Время выступления 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 Дорогие депутаты, дорогие коллеги, дорогие жители, 8 городов. Администрацию партизанского городского округа пригласили принять участие в депутатских слушаниях по вопросу водоснабжения, водоотведения и качества петельной воды на территории партизанского городского округа. Также администрации партизанского городского округа было предложено выступить с докладом по вопросу о обеспечении населения услугами водоснабжения и водоотведения на территории партизанского городского округа. Сразу же, пожалуйста, мне делать небольшую реманку. Администрация партизанского городского округа не обеспечивает население услугами водоснабжения и водоотведения. Федеральным законом номер 131, 6-го дня, который называется «О общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», в статье 16, которая называется «Вопросы местного значения городского округа», в пункте 4 указано, что к вопросам местного значения городского округа относятся организация, граница городского округа, водоснабжение населения и водоотведение. Партизанска, с насосной станцией, обеспечивающей локальное водоснабжение, села Углеканинск и прилегающие села Казан. Производительность 3000 метров кубических суток. Фактический объем, направленный в разводящую сеть воды, составляет 710 метров кубических суток. Водозабор «Авангар» на реке Мельники. Водземный водозабор производит подачу воды в населенный пункт в объеме 400 метров кубических суток. При производительности 3000 метров кубических. Водозабор на реке Белая – это подземный водозабор с насосной станцией, являющейся резервным источником водоснабжения села Вангар. В технологической схеме водоснабжения города имеется небольшой водозабор с населенной станцией микрорайона «Шахты-1», производительностью 1700 метров кубических суток, покрывающей недостаток воды, поступающей из общей городской сети, в пиковые часы водопотребления. Фактическая подача воды в разводящей сети составляет 300 метров кубических суток. То есть они самостоятельно или не будут там фигурировать? Понятно. Вы не рассказали депутатам, присутствующим в истории, как водоканал устал бы муниципальным. Хорошо, господа. Значит, у нас с вами водоканал был муниципальным. В связи с тем, что неоплата населению за услуги водоснабжения данному предприятию составила более 5 миллионов рублей в свое время, это предприятие пришло в банкротство. И была на нем введена процедура банкротства, скажем так. Значит, данная процедура действовала на основании федерального закона о банкротстве. Арбитражный управляющий, который работал на этом предприятии, он сформировал ликвидационную массу и выставил это оборудование, эту ликвидационную массу на торгах. В результате торгов у нас появилась организация, которая приобрела это имущество на торгах в соответствии с законом, и эта организация в результате определенного видоизменения своей на сегодняшний день у меня выглядела в том, что у нас в моменте это сетевое контрольное. Влиять на этот процесс не администрация, не прокуратура по закону не может. Кто? Результат получил, вы сами видите. Горы глины, вода течет, кто контролирует, кто имеет право проводить эту работу, кто контролирует это? Получается, в каждом конкретном случае надо разбираться отдельно, потому что жители имеют в собственности или в оленде земельных участков. Также получается, имея в собственности земельных участков, житель захотел подвести себе воду или отвести от себя канализацию. Соответственно, здесь услуга или централизованного подоснабжения, или это у него скважина и, соответственно, сепь. Если выполняется работа на основании полученных технических условий, то за соблюдением... ...выкот, причиненный государством. Можно отвечать? Можно отвечать? Значит, водозабор северный. Строился он за счет краевых федеральных средств. Муниципальные средства в строительстве не участвуют. Строителем выступала, получается, организация краевая. Значит, собственник, краевое государственное предприятие, прямой стройзаказчик. Собственник. На сегодняшний день стоимость произведенных работ и объектов, которые там есть, по СМИ, 5 млрд рублей. Там, вот вы ездите туда каждый день, вы видели там 5 млрд? При прямой уровне, а мировые студии в генеральном случае, за важное искреннее население платят за некачественную работу. Хотя, по-просто, это и директор. И нам был еще сейчас... ...выкот, я сказал, что данные в УВТ публикуется, а также население, как и СМИ, технического рода, и высокие интеллекты. Но это тоже самое, по-моему, все. Но они отказываются оплачивая техническую работу. И то, что даже не платят какие-то так называемые условия. А какая это история? Они говорят, неисправный водопровод. То есть происходит не подача воды, а население, население земли подводит неисправный водопровод, а деньги у населения. Вопрос. Почему прокуратура не принесли следы прокурорского надзора за качеством воды, за талибами? Валерий Иванович, Геннадий Иванович, то, что задал, озвучил на этом. Я поясню. Почему? Обращаясь в СССР, обратите внимание, я бы сказал, что качество воды только за обладой. Тише, тише. Валерий Иванович, не задавайте два раза один тот же вопрос. Только что Тимофей Ильич ответил, что прокуратурой... Валерий Иванович, задайте, пожалуйста. Валерий Иванович, задайте, пожалуйста. А вот как раз этот вопрос. На каком же случалось? Валерий Иванович, я сказал. По качеству воды технических, по дам гипа, по визгам того, что это делает. Я говорю о позитиве. Весильнее самоуправство и умышленное впечатление обмена здоровью. Все это связано с вами. Вопрос, в чем вы в стране имеете? Я вопрос задал. Все, пожалуйста. Вопрос в привлечении, в какой-либо ответственность не всегда, кто-то смотрел в оборудование. В случае, если возникают признаки, либо будут выявлены признаки именно уголовного преступления, если какие-либо должности пить подоснабжающие организации, то прокуратуре города будет принять соответствующие меры. Для того, чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности, вам необходим комплекс, соответствующий стилизм и комплекс управления. Представительство всей этой власти, ну, в министерстве, как говорится, я вам попросил, возьмите эти два дела в Сибирь, и мне пообещали, представителям краевой милиции, мы заберем эти дела. Забрали эти дела или нет? И какие меры вы принимали? Вот почему эти дела остались под сукном? Я лично поймал тех, кто занимался хищением. Понимаете? Осталось дело довести только долг из Петинга. Представляете, оборудование по 500 килограмм вытаскивает, грузилось и угозилось. Может, тот же водоканал вырабатывал? Оно находится в 50 метрах от нового водозабора. Или на Хопкинске водоканала, по-заимскому нашу водозабору? Вот вопрос. Да, да, да. Почему эти дела не расследуются? Я вам сразу скажу, что конкретно по данным делам у меня настоящая информация, что есть в балансе, потому что каждый все-таки прокуратурой отвечает за свои предыдущие по деятельности. У нас готовятся следствия. У нас есть только каждый вопрос, который нужно сделать. Поэтому я вам не могу предметно сказать, что в данное состояние наследственное оборудование но прокуратура для всех на постоянной основе ведется надзор за уголовно-профессуальную деятельность, в том числе надзор за расследование следственного оборудования В случае, если в настоящее время налоговые дела уже переданы в проебое вводе следственного оборудования в Украине. То есть не в нашем оборудовании, а тогда уже в Ростыне, конечно, в краевой аппаратуре и в Ростовне оборудование. Поэтому я вам не могу предметно сказать, где есть Ну, я понимаю. Но должен здесь Михайлик быть, наверное, да? Который не обещал разобраться с этим вопросом. Михайлик? Его нет уже вообще. А вообще нет, да? Ну, извините. Мы переведем. Но все равно. Вопрос там. Вы даже не можете вызвать хозяина этого объекта. А вы знаете, где хозяина будет? Почему? Это неопознанное мельцо, как у нас хозяина. Знаете? Мы как будем в параде стуки? Уже восьмой месяц пошел. Я вам даю большое количество вещей. В течение 20-го и 20-го и 20-го. Сейчас у нас на территории Аваката на протяжении технических бригады. Привлечение, устранение данных вводов будет возможно. Но сейчас, к сожалению, спецмашина находится с пособой. Она выйдет с ремонта. Первый день я, когда она выйдет, будет Кирова 504. Потому что там магазин стоит, продуктовый. Мы и примем. Я уже трое раз присутствовал в этом завещании. И в итоге мы ходим и не получим никакого ответа. Что все вроде хорошо, все вроде хорошо. Все вроде бы не воспотребляют надзор, где-то канал. Все свои работы исполняют хорошо. Но поймем это, по моему разумению, если ваш собственник право на канал выдачный за 4 миллиона рублей, чтобы он знал, что шел. Он вложит им инвестиции, это положит. Как всегда, сейчас люди говорят, у него будет все там организовано, все оперативно будет больше, меньше, и все будет хорошо работать. Но водоканал, он не циклальный. И мы гораздо больше, понимаем, работников, гораздо больше техники. Он был многочисленный при работе. Сейчас уже работаешь на нервный сезон. И в итоге мы сейчас получаем то, что получается. Одни скандалы по поводу воды. Все идет от низкого качества воды. Вот вы сейчас сказали, обратите внимание на внутренние новые системы. А как жителям обратить внимание? Посмотрите еще раз на эти трубы. И подсчет вода лучшего качества. Это уже от довода. Конечно от довода. Второе, что мы имеем? Опять-таки не самый высокий таблик. Мы всегда, я еще и повторюсь, когда идут часто, говорят, что он оптимизирует затраты, он сделает меньше накладные расходы, и затраты не будет меньше. У нас почему-то ползет все наверху. Вот это меня как-то интересует. Сейчас мы так опять разойдемся. Все будет хорошо. Понимаете? Понимаете, это интересно, что такое партизанский город. Какое партизанское такое? Какое партизанское такое? Больше нигде. Вот вы сравните хоть где. Возьмите Владивасску какой-то рай. Там 25 этажей. И стоят дома на ступке. Там такого нет. Вопрос приступил. Пожалуйста, ответ. Почему на 100%? 15-20 рублей. А почему? Дайте возможность ответить. Мы это уже собрали. Эту водку. Я уже вижу везде. Какое частное предприятие дать государство? Дайте вопрос депутатам. Ответите на канал. Значит, касающегося деятельности, это был вот урок у друга. Если вы говорите, что численность раньше бывало больше, что лучше предприятие под замену, а как же тогда натуральные показатели, которые предприятие давало по замене? А именно таких не в отсутствии этих показателей по замене системы водоснабжения в период 16 лет. Это был урок? Потому что это урок не осуществлял, но не знаю, что это еще женщины. Вы говорите на вопрос. Почему вы купили убыточное предприятие? Почему? Из нас жирайте деньги. Жары купили. Жары взяли? Не захотите жить что-то такое? Уважаемые участники слушаний, прошу не оскорблять. Задавайте корректно. Ваши эмоции, пожалуйста, сдерживайте. До другого момента, где этот вопрос, когда будем митинг проводить, закончить. Здесь в рамках депутатских слушаний вопрос-ответ. Екатерина Николаевна, мой вопрос, который может быть суммирован из тех вопросов, которые поступили. Когда вы ранее, в предыдущие годы, вы в том числе говорили об энергоэффективности, о снижении затрат на электроэнергию, на транспортировку воды, то население предполагало, что зритель, после замены насосов, последует снижение тарифа, а он вместе с нормативом расширен снижением. Я объясняю эту информацию. Дело в том, что помимо того, что необходимо заменять насосы, есть еще такая необходимость заменять милую трубу. Потому что, если мы не будем заменять трубу, то то, что мы меняем насосы нам более энергоэффективно, это в результате. Никакой нам труб не дадут. А именно, при возрастании аварийной ситуации... По подробнее для нас обращается в следующем. На 2013 году, если мы вошли в эту программу, мы должны были при условии наличия подверждение схемы обслуживания оборудования, которые еще, к сожалению, не будут реализоваться. Это отказ. Обойти в программу В этом случае сфинансировали собственные средства, срок 3,65% средства и определенные повышения нормативов. Это все дело зависит от средств на людей, а именно повышение нормативов на территории РФ. В этом случае сфинансировали собственные повышения нормативы. Во-вторых, что касается УДФ, в 111-й согласится был обязан, что в обещании... То есть лишняя часть будет раскидываться на всех жителей. И УДФ можно уменьшить, только установив общий домовой счетчик. В чем должны быть заинтересованы собственные повышения. Если сейчас управляющая компания не позволяет, значит, все люди будут платить повышенный тариф и раскидывать ВДР, который по расчету, говорится, 25% от общего потребления дома будет отправить в ВДР. То есть 25% потребляемых людей будут платить сами. Какие меры можно принять таким уж управляющим компаниям? Или это должны быть обязательны управляющие компании. Или поднять какую-то, ну, как сказать, рекламную компанию. Для того, чтобы решители поняли, что их деньги находят в своих руках. Что можно сделать? Что касается, что это действие непосредственно управляющей компанией, так, не забыла. Это, по сути, дело, представитель собственника, который защищает в ВДР. То есть это тот, кто их неволе и изменит, должен предоставлять нам. Согласен. Ситуация, в частности, в случае, неоднократно предоставляла информацию. И вообще, например, положительного выдают. Центральный сентябрь, у него ОДН минусовой. У вас С1, ОДН минусовой. Разбон О1, ОДН минусовой. 50 лет, это ОДН 4. Приказчика, много известных нам гражданин. То есть вопрос заключается в том, что как только появляется желание какого-либо дома, определиться в этой проблеме, мы направляем нерабочее время, контролируем, даем информацию по численности, кто или в том же мы получили людей, даем информацию о показаниях, делается мониторинг. За три месяца приводится к соответствии. И с нашей стороны, мы, я считаю, приложили максимальные мероприятия для того, чтобы получить какой-то эффект. Но надо и отдать, что-то на этот случай. Чего не значит? Причем неправильно. В Думу поступают в движение в 3 последних дней звонки с увлекательством. Люди получили финансию за ОДН. Они спрашивают, общего нормального фотомера нет? Откуда мы же взяли футомеры? Уважаемые потребители, у нас было 26 июня 2013 года. Принято постановление, когда мы поставили приборского окраина в целе определенных активных дел. Он исчисляет согласно потрату, что мы занимаем... За отказанные услуги. За отказанные услуги. Но нет услуг. Продолжайте дальше. Значит, я вам даю информацию. На сегодняшний день постановление действует не только на территории города Партизан. Принято оно постановлено по Морскому окраину. И в тех домах, где собственники жилого получения не привели в соответствие исполнения в диральный закон, в соответствии с энергосбережения, и не поставили общий домовой прибор общения. Расчет ОДН будет производиться по нормативу. За отказанные услуги. Хорошо. На сегодняшний день, если подойдет пакет, травма и система отопления. Вода, которая берется непосредственно от системы вознабжения, которая не учитывается. Куда она, откуда берется? Вы не правы. Это можно учесть, правда. А не против его здесь. Дело в том, что, во-первых, вы знаете, сказали, что вам препятствуют для установки водонета. А если компания вышла в лошадь, заключила основной договор. И имеете право. Жилищный... Вы знаете, как законы действуют? Первый закон, это у нас в Конституции СССР. Дальше идут же жилищный кодекс. Остальные бумаги дальше, они не должны противоречить жилищному кодексу. И не надо заниматься ерундой. Значит, я вам даю разъяснение. Если бы управляющая компания в соответствии с пунктом для нас в Конституции с новым восстановлением обратила в наш адрес для заключения договора, вопрос был бы исчерпан сам собой. А зачем вы выставили нам? Можно я это говорю? Что управляющая компания не выполнила данные действия, оборудованные действующие законодательством, более того, на любых принимались меры для привлечения управляющей компании на выполнение этих действий, так как учитывая, что мы монополисты не имеем права обязать заключить договор, что она была отказа на суде. Таким образом мы можем выставлять, что значит надо. Вы, во-первых, информацию даете неправильно. Есть доход тоже, надо штрафовать за эту информацию. Чтобы принести, пишут 5 способов экономии на ДР, печати у нас, 25 способов. Никаких способов нет. Что на электроэнергию, что у вас. Поставить общий счетчик на ввод воды, общий счетчик, индивидуальный счетчик. Каждую квартиру. Сделайте вывод для управляющей компании. Так у меня не управляющая компания. Нет. Так вы должны, я говорю, выставить счет управляющей компании. Вы счет должны... Мы выставили сейчас на установку приборов учета. Вы должны выставить... Вы в данный момент не оказали услуги. Это же не вы, а управляющая компания, она оказывает услуги. Мытье полов, они не моют полы. Без кармативы. Они должны раз в месяц мыть полы. Они должны поливать на зоны. Это ничего не делается. Какие услуги? Закон не написано? Закон не написано. Закон не написано. Нет правила. Пожалуйста, я не скажу. Надо сделать прокурорскую проверку. Вот сидит прокурор, пусть проверит вот это вот то, что говорит депутат. Уважаемые, уважаемые участники слушателей. Потому что Вракина надоело. Можно вопрос? У меня вопрос к терапии Олеговича. У меня тоже серьезный вопрос. Можно. Внимание. Внимание. Почему нету никаких ни о Библии, ни в газете, извините, что вы водите, нам подсунули, вчера весь поселок на ушах стоял. Валентин Петрович. Вы что хотите? Валентин Петрович. На постовку делаем. Я вопрос задаю. Решите мне его задать? Спасибо. То, что вы сейчас услышали по ОДР, то, что делает водослажающая организация в отношении потребителей, не имея приборов учета общедомовых. Это законное действие? Комер Мотива. Внимание. Водослажающая ситуация. Водослажающая. Водослажающая ситуация. Нарушений нет. Водослажающая системы с теми законами которые действуют. У вас понравилось. Пожалуйста. У меня небольшой. Там приедут. С 1 июля до 7. на 7 потребителей увеличилась плата в 2 раза. Ну, в 2 раза. Вот. Предыдущий выступающий говорил, что произошло существенное ухудшение датей в качестве. Вот мы сейчас за воду платим в 2 раза больше. И это факт. Вот. Предыдущий выступающий сказал, что произошло существенное ухудшение качества воды. Я опять по качеству. Вот. Помнил вопрос к этому сама? Сколько нам ждать, чтобы произошло существенное ухудшение качества воды? И сколько еще надо во сколько раз увеличить, чтобы вот это было? У нас есть муниципальный газа, но при этом еще данные функции для поставки воды являются публичным договором. Можно мне прояснить? Можно? Да, пожалуйста. Я сейчас расскажу. Ситуация в том, что у нас вступила в силу в герарит закон о насоснабжении водососнабжения и водоводовведения. Это номер 416. В котором четко написано. Вот я зачитываю. Статья 23-я обеспечение качества пятигорода. Это непосредственно наша статья. Написано 2-й пункт. Оржение местного самоуправления поселений, городских клубов, органы исполнительной власти, субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия необходимой для организации подачи организаций, которая осуществляет колодие расслабжения питьевой воды соответствующих установленным требованиям. То есть организации. Мы можем вести вести подачи и вести 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 пакал вести и пакал вести вести Продолжение следует...